Приветствую всех на канале Горизонт Событий Новое извержение вулкана началось на юго-западе Исландии. Вулканы, дремавшие почти 800 лет, активизировались в 2021 году. С того времени произошло уже 8 извержений на полуострове, где проживает около 30 тысяч человек. По данным Национального метеорологического бюро, извержение началось в районе вулканического холма Сунхнукур. В настоящее время вытекшая магма движется к городу Гриндавик. Точное место извержения и его масштабы пока не уточняются. Для оценки ситуации в воздух был поднят вертолет береговой охраны. Проснувшиеся вулканы в прошлое извержение привели к нарушению централизованного теплоснабжения, перекрытию ключевых дорог и даже разрушению нескольких домов в рыбацком городке Гриндавик, куда вернулись лишь несколько жителей. Местные власти отдали приказ об эвакуации в некоторых районах полуострова в связи с усилением вулканической активности. Сообщается, что меры эвакуации могут быть усилены. Нехарактерное для конца мая природное явление произошло в Самарге в Тернейском районе. За несколько дней до лета на север Приморского края обрушился снегопад. Зеленый лес мгновенно стал белым, рассказывают очевидцы. Как сообщают пользователи соцсетей, снегопад прошел 27 мая. За несколько дней до лета в Ханты Мансийский автономный округ неожиданно вернулась зима. Крупные хлопья снега осыпали землю, покрывая ее белым одеялом. Погода, возможно, расстроила тех, кто ждал лето, но подарила возможность сделать прекрасные снимки. Кто-то даже вспомнил зимние забавы и налепил снеговиков. Больше всего снега выпало в Радужном и Пытьяхе. Сильный ураганный ветер пронесся по северным и западным районам Башкирии. Непогода ломала и валила деревья, обрывала линии электропередачи, срывала крыши. В восьми муниципалитетах Башкирии из-за кратковременного усиления ветра до 20 метров в секунду произошло частичное или полное отключение электроснабжения в 49 населенных пунктах. Пострадали Бирский, Бураевский, Дюртюлинский, Илишевский, Мишкинский, Калтасинский, Краснокамский и Янаульский районы. Стихия частично повредила кровли двух жилых домов и четырех надворных построек. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. В Балтачевском районе выпал крупный град. Как утверждают местные СМИ, местами градины достигали размера куриного яйца. Град побил теплицы и урожай. Упавшие во время непогоды деревья повредили несколько машин. Сильнейший ураган обрушился на поселок Шушенское в Красноярском крае. Сибиряки написали, что не помня такого разгула стихии с 2019 года. По улицам летали теплицы, ветки деревьев и даже целые деревья, которые впоследствии падали на дома, остановочные павильоны, машины и линии электропередач. Сообщается, что непогода продолжила бушевать в ночь на 30 мая в центральных районах Красноярского края. Сильное наводнение принесли проливные дожди в Монтере с более чем миллионам жителей. Город находится на северо-востоке Мексики в штате Нуэва-Леон. На улице города бурные потоки воды уносят даже автомобили. Часть зданий затоплена, пострадали нижние этажи. Транспортная связь с некоторыми районами была нарушена. Также в городе наблюдаются проблемы с мобильной связью и электроснабжением. Власти объявили в городе чрезвычайное положение. Снегопад прошел в Тяньшане, в Синьцян, уйгурском автономном округе Китая. Высота снежного покрова достигала местами отметки 15-20 см. Экстренную посадку совершил вертолет Ми-8 в Мурманской области. Западное межрегиональное следственное управление в среду представило видео последствия этой посадки. Посадка произошла в районе реки Пача за 20 км до пункта назначения. Летел он на турбазу из села Лавозера. По предварительной версии, причиной ЧП стала техническая неисправность двигателей. На борту находились 4 пассажира и 3 члена экипажа. Для их эвакуации вылетел аварийно-спасательный отряд. Мощная струя воды опрокинула автомобиль в Самаре. К счастью, внутри припаркованной на пересечении улиц Антонова-Овсиенко и советской армии Киарио никого не было. Коммунальщики сообщили, что причиной стал прорыв теплотрассы. В солнечном пятне R3697. Это бывшее пятно R3664. Зарегистрирована сильная солнечная вспышка класса X 1,4. Это вызвало отключение радиосигнала R3 в районе Атлантического океана. Вспышка не должна оказать серьезного воздействия на Землю, поскольку эта область все еще находится далеко от места, где оно может повлиять на нас. К концу недели, благодаря вращению Солнца, эта область будет находиться перед Землей. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в регионе Сагаин в Мьянме в 19 часов 43 минуты, по местному времени, сообщил немецкий исследовательский центр Геонаук. Очаг залегал на глубине 99 километров. Эпицентр располагался в 31 километре от города Маулаек. О разрушениях и пострадавших не сообщается. Спасибо за просмотр и до завтра на нашем канале. Продолжение следует...